Добрый вечер! В эфире на телеканале ЛРТ Плюс программа ТОП ЛАДГАЛИЯ. Я Лариса Кириллова и как всегда в это время мы обсуждаем самые горячие новости и события, которые происходят в Латвии и в частности в нашем городе. И сегодня будем говорить о музыке и кино. И я представляю своего гостя. Это певец, солист Даба Судуровас, руководитель этой группы. Ну и, конечно же, режиссер Арнис Слобожанин. Добрый вечер, Арнис. Добрый вечер. Но традиции менять не будем и начинаем нашу программу с обзора новостей. С 1 октября пенсии латвийских сеньоров станут больше. Правда, в этом году коэффициент индексации был меньше, чем в прошлом. В этом году Государственное агентство социального страхования будет индексировать пенсии или их часть, не превышающую 454 евро. Пенсия политрепрессированных, инвалидов первой группы и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС будет проиндексирована в полном объеме. Как и прежде, коэффициент индексации зависит от трудового стажа и размера пенсии. Например, если пенсионер с трудовым стажем в 30 лет сейчас получает 300 евро, то после индексации ее размер составит 313 евро. Если при том же стаже его пенсия составляет 350 евро, то впредь человек будет получать 365 евро. Индексация пенсии зависит от двух коэффициентов. Один из них зависит от процессов инфляции в государстве. Вторая часть коэффициента зависит от роста суммы зарплат в стране, с которых люди платят налоги. В ближайшие дни в Дагополсе начнется крупномасштабное тестирование населения на COVID-19 после УНЕ. Такой метод уже использовался в Кулдыге, а в дальнейшем его планируют применять и в детской клинической, университетской больнице и школах. Как сообщила вице-мэр Дагополской городской думы Ливия Янковская, массовое тестирование планируется начать с 5 октября. В этой связи в субботу в Дагополс приедут рижские представители ГУБЛя лаборатория, чтобы оговорить организационные моменты. В частности, в ходе встречи с представителями городской думы будут обсуждаться вопросы о местах сдачи тестов, о возможности пройти эту процедуру целыми трудовыми коллективами. Планируется, что в день специалисты ГУБЛя лаборатория смогут взять анализ лины на наличие COVID-19 у 2000 человек. Напомним, в начале этой недели в Дагополсе была зафиксирована локальная вспышка заболевания COVID-19. Новый коронавирус был констатирован у более 40 воспитанников и тренеров, а также администрации и техперсонала Дагополской ледовой спортивной школы. Принимая во внимание стремительный рост заболевания в Дагополсе, правительство приняло решение ужесточить ограничительные меры. К слову, за прошедшие сутки в городе констатировано еще 8 новых случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19. Ежегодно накануне Международного дня учителя даугапилские педагоги собираются, чтобы оглянуться на проделанную за год работу. В этом году празднование дня учителя было немного иным, чем обычно. Оно проходило на протяжении двух дней. 29 и 30 сентября руководство управления образованием и Дума благодарило всех энтузиастов своего дела и поздравляло педагогов, коллег, представителей администрации, которые самоотверженно выполняли свою работу в условиях чрезвычайной ситуации. Председатель Думы Игорь Прилатов выразил искреннее уважение педагогам, которые выполняют нелегкую и ответственную работу, оперативно реагируют в непредвиденных ситуациях, не только обучают ребят, но и дают им мудрые советы в непростых жизненных ситуациях. Он пожелал всем стойкости, здоровья и благодарных учеников. Важную роль учителя отметил заместитель председателя Янис Духшинский. Огромная заслуха и дошкольникам, и тем педагогам, которые работают в школе, потому что в наших, может, условиях и в тех требованиях, которые сейчас выдвигает Министерство образования, не каждый педагог может справиться так сразу. Да, это дополнительная, конечно, работа идет, да, но то, что мы всегда являлись в нашей школе, всегда в хорошего качества и ученики представляют различных конкурсов наш город, да, и успешно, в принципе, да, поэтому это, конечно, заслуга наших педагогов, да, поэтому огромное им спасибо, терпение, ну и главное, конечно, чтобы крепкое здоровье. За два дня спасибо было сказано 140 раз. Педагогам за успешную организацию и проведение учебного процесса в удаленном режиме, социальным педагогам, учителям и психологам за большую ответственность и самоотверженную работу в процессе обеспечения ребятам теплого питания и оказания поддержки семьям воспитанников во время пандемии, руководителям и директорам учреждений за оперативные действия и вклад в обеспечение учебного процесса в условиях чрезвычайной ситуации. Самое главное, за что мы сегодня хотим сказать спасибо, за то, что все сохраняли спокойствие, за то, что все вместе мы за неделю смогли подготовиться к процессу обучения в удаленном режиме. Все мы получили грандиозный опыт и однозначно могу сказать, что благодаря нашим учителям в сегодняшней ситуации, когда мы должны организовывать обучение удаленно, это происходит намного более качественно. Аплодисменты и пожелания удачи были адресованы 25 молодым учителям, которые привнесли в коллективы новые идеи и силы. Традиционно награждались участники конкурса «Молодой учитель Даугубился-2020». Победительницами с одинаковым количеством баллов в этом году стали учитель латышского языка литературы 3-й средней школы Любовь Кравцевича и учитель спорта 12-й средней школы Санта-Котталы. В своей работе я использую различные игры, провожу различные соревнования и эстафеты, и мне очень нравится видеть эмоции, которым дети дают волю. Когда я вижу всю эту радость и то, что у ученика что-то получается, силы восстанавливаются и появляется желание работать, стараться привнести что-то новое, чтобы совершенствовать ребят, чтобы они росли и развивались. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Даугубилской городской думы. Уже на протяжении многих лет, 1 октября во всем мире, в Даугубилсе отмечается Международный день сеньоров. Таким образом, в обществе поднимаются вопросы жизни, трудностей и занятий людей почтенного возраста. В честь этого дня Даугубилская городская дума, социальная служба, Даугубилское отделение Красного Креста и учреждения культуры города подготовили ряд мероприятий для сеньоров, центральным с которым стал концерт творческих коллективов в парке Дубровина, который прошел с соблюдением всех эпидемиологических норм. Приветственную речь перед началом концерта держали первый заместитель председателя Даугубилской думы Янис Лачплесис, депутат думы и председатель Даугубилского отделения Красного Креста Хелена Солдатенока и руководитель социальной службы города Ливия Дрозды. Эти же люди своими руками создавали часть истории нашего города, нашей школы, наши дети, это же их внуки. И сегодняшнего дня никогда бы не было, если бы они здесь не жили бы и не работали бы. Но и сегодня они не в стороне, они сегодня с нами не только на праздниках, они с нами участвуют во всех мероприятиях. Это очень хороший пример. И даже говоря о сложностях, вот ковид, пандемия, новые ограничения, которые как бы были направлены в основном на те активности, которые спортивные связаны с молодежью, но посмотрят, посмотрят, они же касаются и наших пенсионерских организаций. Они активно в самодеятельности, активно участвуют и в спортивных мероприятиях и так далее. Я думаю, и они покажут пример, как все это преодолевать спокойно и, будем говорить, без паники и без проблем. С самими лучшими пожеланиями в адрес сеньоров. В этот день поделился заместитель председателя Даугубилской думы Ливия Янковская, которая отметила, что пожилым людям стоит делиться своим опытом с молодым поколением и руководством города. Слово «сеньоры» мне не очень нравится. Мне нравятся просто люди с большим жизненным опытом и те, которые заслужили уже себе пенсию. Поэтому молодости, бодрости, задора, любви от своих семей и самых близких и уважения и поддержки со стороны самоуправления государства. Выход на пенсию – это прекрасный повод заняться творчеством и посвятить ее самым разным занятиям, в том числе и пению. Это своей бодростью и задором доказывает хоровая капелла «Спадщина» Центра Белорусской Культуры. Дорогие долгопилчане, в преклонном возрасте, в сеньорском возрасте нет никакого возраста. У меня в коллективе поют даже люди 80 лет и 80 с чем-то. И они настолько сливаются с группой молодой, что они не чувствуют себя такими. Только переступают порог Центра Белорусской Культуры, сразу радость и счастье на их лицах. По сложившейся доброй традиции, 1 октября любой пенсионер, предъявляющий свое удостоверение, может посетить ряд культурных заведений и посмотреть экспозиции совершенно бесплатно. Добрые пожелания для сеньоров в этот день звучали со всех сторон. Особые поздравления подготовили воспитанники 24-го детского сада. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупинской городской думы. Около двух лет назад латгальская группа «Дабзу Дурова» взяла творческую паузу. Но пауза оказалась весьма продуктивной, насыщенной. И за это время были реализованы несколько кинопроектов документальных. Арнис, как пришла идея стать режиссером и отправиться в Сибирь, потом в Санкт-Петербург, снимать рассказы о жизни российских латгальцев? Я это все интуитивно делал, и только были консультации немножко с Вестером Кайришем, маленькие консультации. Но это все, почему это получилось, это потому что я так хотел. Я хотел показать какие-то истории про латгальцев, связанные с историей. Например, «Латгальцы в Сибири» — это рассказ про латгальцев, которые туда ехали работать сначала. Потому что в Витебской губернии тут была не очень хорошая ситуация в конце XIX века. Потом Сталипинская реформа, и уже там, когда раздавали землю, такая политика была Петра Сталипина. И, конечно же, сталинские репрессии, такие три блока. Латгальцы в Сибири, а «Латгальцы в Петербурге» — это рассказ про первую латгальскую, по-русски, националу отмода. Национальное возрождение. Да, она была позже, чем в остальной Латвии, и она концентрировалась в Терботе, а вот латгальцы себя начали осознавать, ну, скажем так, политически в Петербурге. Ну что ж, но мы вернемся сначала к этой творческой паузе. Для чего она вообще нужна была? Вы хорошо выступали, у вас была аудитория своя, работали активно, и тем не менее все, отпуск. Почему? Почему нужна была эта перезагрузка? Не знаю, так получилось. Были вещи, которые хотелось поделать, которые всегда были на уме. Это так бывает, когда есть где-то в шкафу маленький бардак, и вещи, которые надо сделать, а ты их не делаешь, потому что, ну, в принципе, жить можно. Ну, вот такой интерес к документальному кино появился уже давно, но я никогда этого не делал. Вот в этот отпуск решил это сделать. Получается, что даже вот этот интерес к латгальской культуре, к ее истории, да, для тебя открыл новые возможности и горизонты, да? Опять-таки, возвращаясь к этим командировкам, ну, дальним, далеким, ну, в край, который ты никогда не был. По большому счету, это была ваша авантюра, вашей команды, да? И вот чему тебя научил этот опыт? Вот интересно, что, когда ты делаешь вещи, которых ты, как я сказал, давно хочешь... Научиться. Например, я читал книгу историка Микелиса Букша, он в Швеции жил, и там было описано, как депортировали политика Франциса Кемпа в Томск, в Томской области. Я думал, а как же там выглядит? Куда людей привезли, по-большому счету? А где его похоронили? Как он там, бедный, жил? Ну, так вот, я туда съездил, посмотрел, как он там жил, и в эту деревню, Михайловку, и кладбище, где его похоронили, потом выкопали, привезли в Лангалию, да, перехоронили. Ну, так это все я посмотрел, увидел, и это уже для меня не стало так, скажем так, мир стал поменьше. Мир стал поменьше. А лангальцы в Сибири, лангальцы наши здесь на месте не отличаются? Сохранили уклад жизни? Да, я могу сказать, что в Сибири, в деревне Двинка. Двинка, да. Да, Двинка, да, и вот интересно, что про Двинку говорили, что туда приехали люди с бывшего Двинского уезда, еще при царе, и так и назвали эту деревню Двинка. Там и речка маленькая шла, они решили вот назвать Двинка. Там есть и Резакне, или Режица, сейчас Реженка, там есть Креславка. Они просто как колонизаторы давали лангальские названия. И вот мы были в Двинке, и там довольно большая деревня, все уже говорят по-русски, и только несколько десятков старых людей, которые еще говорят по-лангальски и даже лучше, чем я. Ну, такие, кому уже там 70 лет. То есть люди сохранились? Да, да, но то, что я могу сказать, менталитет, когда ты встречаешь людей, уже которые не говорят по-лангальски, но все равно чувствуется, что он такой же, как Вликсни, вот такой по менталитету. Продолжим говорить об этом через несколько секунд. Продолжаем говорить о лангальцах, ну, которых судьба раскидала по всему миру, и в частности о тех людях, которые оказались в Сибири. И вот на нашем экране действительно съемка с места событий. Это деревня Двинка, я так понимаю, да? И бабушка, кто такая бабушка? Ее зовут, если я не ошибаюсь, Аделя Дзалба. Потом поженилась и поменяла, я уже не помню. То есть девичья фамилия была Дзалба? Да. Как она там оказалась? Приехала с родителями или уже там, ну, как-то предки там раньше ее уже поселились и все? Да. Если не ошибаюсь, она там уже родилась. Предки приехали из Двинского уезда туда, и она там родилась. Вот. И? Ну, значит, получается, ну, вот при Столипене, ну, это все случилось после попытки революции пятого года, которая была неудачная. И потом Столипен решил снять напряг социальный, и его хотелось сделать, чтобы христиане, ну, стали немного побольше денег, и вот Витебске, Витебская губерния была перенаполнена людьми, и малоземли, и еще были польские мужные типа. А, имение? Да, ну, плохо, плохо было людям, и потом была возможность уехать, и вот родители Адели туда уехали, вот Аделя. У нее, у нее есть русский паспорт и свидетельство о рождении, где так и написано, латгалка. Ничего себе, ты уже даже такая националист. А вот бабушка не говорила о том, скучали ее родители все-таки о своей родине? Всегда скучали. Всегда скучали и всегда хотели хоть раз вернуться, и вспоминали. А получалось вернуться или нет? Или некому было возродить? По-моему, она, она вернулась, ну, как, она навещала Латвию. Опять же, если я не ошибаюсь, это уже было, ну, год назад, и надо посмотреть фильм, там это все есть. Хорошо, латгальцы в Сибири, они простые, добродушные, гостеприимные, хранящие традиции. Но латгальцы в Санкт-Петербурге, это немножко уже другая история, потому что все-таки столица культурная России, да, я так понимаю, что, ну, даже, как говорят, что даже тот, кто из Питера, тот вообще отличается от всех представителей России. Да, ну, вот фильм про латгальцев в Петербурге, он более, ну, как, там живых предков латгальцев нету, там другая, там другая история. Там я рассказывал про людей, которые были политиками. Занимали другой социальный уровень, да, статус. Священники, которые дали большой, большую вклад, вклад уже в политике Латвии и так далее. Там, я могу назвать несколько, но от этих людей, это был Францис Трассонс, Францис Кемпс, Валерия Сейле, братья Скрынды и другие, которые там учились в католическом семинарии Петербурга. Да, ситуация интересная была тогда, почему латгальцы туда ехали и почему именно священники. Потому что в Российской империи, если ты был латгальский христианин, то ты не мог даже получить высшее образование. Ты мог стать только священником, чтобы немножко уже повыше было. Это было связано с такой политикой и социальным разделением людей. Если ты стал почетным гражданином или немножко обманул систему, как сделал Францис Кемпс, он подкупил старшину уезда и ему дали этот почетный гражданин, он смог стать инженером. А так у тебя были две возможности, или священник, или милитарную карьеру делать. Военные. Военные. Ну, например, могу сказать Станислав Скамбала, единственный латгальец, который присутствовал при прохламации латвийской независимости. Он сначала учился священником, а потом решил, что будет военным. Ну, я могу сказать, что интересный феномен, когда люди просто хотели себе... Ну, сделать карьеру какую-то. Карьеру, они были, ну, немножко, может быть, с лучшей семьи, у которых были деньги, они послали своих детей учиться. Ну, вот парень молодой приехал, ему неинтересно телебат, например, да? Да. Он хочет учиться священникам, но вот есть проблема. И тут он понимает, что ты можешь делать... Что он будет военным. Итак, еще одно кино, это, по большому счету, если перевода на русский, время, язык и... Люди. И люди. О чем это фильм? Это фильм, скажем так, такой отрезок времени от 1920 до 1958 года, что произошло с правами латгальского языка в этом времени. От принятия Конституции или садвершема, как там были отстаиваться... Отстаивались. ...от интересы латгальцев, почему там нет такого пункта, который был в затее, например, Франциза Трасунса. И почему там не было такого пункта? Вы нашли ответ на этот вопрос? Я начал искать, и я буду это делать дальше. Пункт был такой. Хотели делать Латвию как конфедерацию. Латгальская политика была такая, что Латгалья будет отдельной, ну, как сказать, губернией в Латвии, да, и что все... Мы будем, значит, идея была сделать модель Швейцарии, да, когда есть эти катоны или... Автономия, по большому счету, да. Ну, не автономия. Это было просто не унитарное государство, а конфедерация. И вот Латгалья была, значит, так она в составе Латвии, но у нас есть свое такое самоуправление, если посылает сюда, как сказать, ира одни. А чиновников? Чиновников, значит, они должны пройти через такой комитет Латгальцев или там генеральный губернатор был в плане, что вот он только тогда впускал. И у них будет своя там налоговая, может быть, система, какие-то свои вещи, свой язык и так далее. Это был проект. И в соответствии с Саповцей за этот проект проголосовало только 14 людей из 150. Ну, вот... То есть на корню его зарубили, по-моему, в общем. Ну, да. Хотя бы в 1917 году в Латгальском конгрессе в Резиквене именно такие в резолюции были планы, что мы будем сохранять саму... Видео, пошло, где я бы, да, самоуправление. Ну, я вам хочу сказать, что все равно свой язык латгальцев сохранили. И вот очень коротко, в чем сила латгальского языка? И мы тогда перейдем на другую цену. Сила латгальского языка в том, что латгальцев до сих пор очень много. Ну, в сравнении, например, с те, которые языка пропали. Например, пропали ли вы, да, ну, практически, или там, пруши, да, пропали. Латгальцев все-таки еще очень много. Францис Кемпс когда-то говорил, что народ с полмиллионом людей так же жизнеспособен, как народ с одним миллионом или с полтора миллионом. Эта пропорция латышей в 1920 году, она была один против трех. Латгальцев было, не, не больше, была одна треть от остальных латышей. Ну, что ж, я так понимаю, что ваше расследование, исследование продолжается. И хочется пожелать только удачи на этом пути. Ну, а мы переходим к другой теме. Итак, после, скажем так, двухгодовой паузы, вы вновь возвращаетесь в активную, ну, скажем так, музыку, правильно? Выпустили новый клип, записали новый альбом. О чем сегодня поют музыканты из Латгали? Ну, я хочу сказать, что будет еще один клип. О, как! И первая фаза этого нового музыкального материала закончилась. Она была, как сказать, кульминацией, это был концерт презентации в Далгопельсе, в Артле Рейс Пагребе. Но вторая часть еще предстоит. Она будет, если, конечно, не закроет из-за ковида все, она будет в Риге. И в клубе Кадаги Пьенц, это будет 17 октября. Я всех приглашаю в клуб на концерт и новые, и старые песни, и буду угощать шмаковкой. О, как! Велкам дринк, да. Ага, латгальцы рулят в Риге, да? И все-таки, повторяю свой вопрос, о чем сегодня поют музыканты из Латгали? Да, мы поем, я даже сказал, что мы никак не поем о Латгалии. Мы просто поем музыку и по аранжировке, и по стилю. Она очень космополитна, но мы поем на латгальском тоже. Просто я думаю, что, вот мы сидим в телевидении, настоящий латгалец же должен был бы прийти в сапогах с гармошкой, с пивом и шутник. А сейчас, ну, латгалец, это уже, ну, такой же самый, как и все. Современный человек. Да, современный человек и играет современную музыку. Ну, все равно в современной музыке всегда какие-то нюансы, которые характерны только для одного человека. Вот, к сожалению, а, ну, для человека, да, но для латгальца, нет. В нашей музыке нет ничего латгальского, если мы смотрим на латгальскую музыку. Там больше каких-то даже таких, ну, всемирных, популярных каких-то музыкантов, какие-то такие, ну, понеменные. Ну, даже, да, даже рок звучит на латгальском языке, да, наша группа. Да, рок, рэп и все остальное. Но, тем не менее, вы были одним из первых, кто начинал петь на латгальском, и уже после вас появились последователи, которые... Это стало модно, да, вот вы сами сказали, что хип-хоп, металл исполняется, да, на латгальском. Но с чем это связано? Это действительно люди пришли к этому, что нужно латгальский язык популяризировать, либо это просто действительно тренд такой? Ну, по-моему, это есть, самое главное, это слушатель. Ну, скажем так, это самое главное, это обмена музыкой между исполнителем и слушателем. И между слушателями есть много латгальцев. И это просто есть рынок, где ты можешь, ну, скажем так, даже не рынок в таком классическом значении, но рынок, ну, просто тебя слушает. Аудитория. И мы даже не первые были, первые были вот эти все, которые народные музыканты, которые играли гармошку, потом пошла фолклора, лаймос-музыканты, дзига и всякие другие интересные группы из 80-х, которых мы не знаем. Например, хард-рок на латгальском под названием Феникс из Лудзы. И по-латгальски пели и те латгальцы, которые были в Тримде, да, в Мюнстере, там был блюз на латгальском, и мы не были первыми. Мы, это была такая волна, которая пошла в 2000-х, в конце 2000-х годов, но мы не совсем первые были. Мы, мы тут, мы просто, может быть, не знали. Пошел рэп, Борова МС была перед нами, Латгалийшу Рэпс еще был перед нами, как другой, там был такой проект Ултиматс. И это все продолжалось. Но вот такой большой, такой волна. Волна такая, да. Да, это было тогда вместе с нами, Беспевен, Дабасадуровис, Борова МС и другие группы. А концертная площадка – один из важнейших вопросов. Кто-то грезит большими залами, кому-то достаточно, ну, скажем, променад какой-то, да, или просто улица. И если мы сегодня видим и говорим о Талкутболсе, то, например, сегодня очень модно проводить какое-то мероприятие на улице Рикс, например, и тот же играет музыкант. Вот вам этот формат близок, интересен? Очень хороший формат, почему нет? Я сам играл на улице, и не стеснялся бы сейчас взять гитару, вот идти, поиграть. Но, конечно, любой музыкант хочет большие сцены. И я тоже думаю и надеюсь, что будет возможность сделать концерт побольше для, ну, хотя бы несколько сотен людей, чтобы было, ну, 200, 300, 500. Ну что ж, мечта на свойственно сбываться. Планы на будущее, вот коротко. Мы уже поняли, собрать большой зал, записать новый клип, я так понимаю, да? Да, новый клип будет. Вот интересно тоже, что он будет делать с актерами Долгопилского театра. У них есть несколько хороших идей, и мы будем снимать клип уже совсем скоро. На какую песню? Песня называется «Айзлэгумс» – «Запрет». Ну что ж, хочется верить, что Арнис нас пригласит всех на презентацию этого нового клипа. Да, кстати, я могу еще одну интересную факту, что мы будем новый альбом издавать во формате виниловой пластинки. Винил. Ретро. Да, ретро. Возвращается, да, возвращается ретро и Владгалию тоже. Ну что ж, это значит, что мы в этой студии обязательно еще раз встретимся, но на этом все, всем хорошего вечера.